Всем привет! В данном ролике мы соберем универсальный блок питания на микросхеме ИР-2153. Это некий франкенштейн, который содержит в себе лучшие качества из разных схем. В интернете полно схем блоков питания на микросхеме ИР-2153. Каждая из них имеет некие положительные особенности. Но вот универсальность схемы я еще не встречал. Поэтому было принято решение создать такую схему и показать ее вам. Думаю, можно сразу к ней перейти. Итак, давайте разбираться. Первое, что бросается в глаза, это использование двух высоковольтных конденсаторов вместо одного на 400 вольт. Таким образом мы убиваем двух зайцев. Поясню подробнее. Эти конденсаторы можно достать из старых блоков питания компьютера, не тратя на них деньги. Специально сделал несколько отверстий в плате под разные размеры. Если же блока нету в наличии, то цена на два таких конденсатора ниже, чем на один высоковольтный. Емкость конденсаторов одинакова и должна быть из расчета 1 микрофарад на 1 ватт выходной мощности. Это означает, что для 300 ватт выходной мощности вам потребуется два конденсатора по 330 микрофарад. Также, если использовать такую топологию, отпадает потребность во втором конденсаторе развязки, что экономит нам место. И это еще не все. Напряжение конденсатора развязки уже должно быть не 600 вольт, а всего лишь 250. Сейчас вы можете видеть размеры конденсаторов на 250 вольт и на 600. Следующая особенность схемы – это запитка для ИР-2153. Все, кто строил блоки на ней, сталкивались с нереальным нагревом питающих резисторов. Даже если их ставить от переменки, количество тепла выделяется очень много. Тут же применено гениальное решение – использование вместо резистора конденсатора. Это нам дает то, что нагрев элементов по питанию отсутствует. Такое решение я увидел у Юрия. Автора канала RedShade. Думаю, он не обидится, что я воспользовался его схемой. Также плата оснащена защитой. Сразу оговорюсь, что в первоначальном варианте схемы ее не было. Но после тестов на макете выяснилось, что для установки трансформатора слишком мало места. И поэтому схему пришлось увеличить на 1 см. Это дало лишнее пространство, в которое установил защиту. Если она не нужна, то можно просто поставить перемычки вместо шунта и не устанавливать компоненты, отмеченные красным цветом. Ток защиты регулируется с помощью вот этого подстроечного резистора. Номиналы резисторов шунта изменяются в зависимости от максимальной выходной мощности. Чем больше мощность, тем меньше нужно сопротивление. Вот, к примеру, для мощности ниже 150 Вт нужны резисторы на 0,3 Ома. Если мощность 300 Вт, то нужны резисторы на 0,2 Ома. Ну и при 500 и выше Вт ставим на 0,1 Ом. Данный же блок не стоит собирать мощностью выше 600 Вт. Также нужно сказать пару слов про работу защиты. Она тут икающая. Частота запусков составляет 50 Гц. Это происходит потому, что питание взято от переменки. Следовательно, сброс защелки происходит с частотой сети. Если вам нужен защелкивающийся вариант, то в таком случае питание Ирки нужно брать постоянное, а точнее от высоковольтных конденсаторов. Выходное напряжение данной схемы будет сниматься с двухполупериодного выпрямителя. Основным диодом будет шотки в корпусе ТО-247. Ток выбираете под ваш трансформатор. Если же нет желания брать большой корпус, то в лойоте легко поменяете на ТО-220. По выходу стоит конденсатор на 1000 микрофарад. Его с головой хватает для любых токов. Так как при больших частотах в емкость можно ставить меньше, чем для 50 Гц выпрямителя. Необходимо отметить и такие вспомогательные элементы, как снаберы в обвязке трансформатора, сглаживающие конденсаторы, а также Y-конденсатор между землями высокой и низкой стороны, который гасит помехи на выходной обмотке блока питания. Про данные конденсаторы есть отличный ролик на YouTube. Ссылку прикреплю. Нельзя пропускать и частотозадающую часть схемы. Это конденсатор на 1 нФ. Его номинал я не советую менять. А вот резистор задающей части я поставил подстроечный. На это были свои причины. Первый из них это точный подбор нужного резистора. И второй. Небольшая корректировка выходного напряжения с помощью частоты. Подробнее про это расскажу в ролике про намотку импульсного трансформатора. Сейчас же небольшой пример. Допустим, вы изготавливаете трансформатор. И смотрите, что при частоте в 50 кГц выходное напряжение составляет 26 В. А вам нужно 24 В. Меняя частоту, можно найти такое значение, при котором на выходе будут требуемые 24 В. При установке данного резистора, пользуюсь мультиметром. Зажимаю контакты в крокодилы и вращаю ручку резистора, добиваясь нужного сопротивления. Сейчас вы можете видеть две макетные платы, на которых производились испытания. Они очень похожи, но плата с защитой немного больше. Макетки делал для того, чтобы со спокойной душой заказать изготовление данной платы в Китае. Заказывал у компании PCBWay. Делается это очень просто. Из принтлайота выводим гербер-файлы. Проверяем с помощью вот такой программы. И отправляем на изготовление. Подробнее про это можно посмотреть в специальном ролике. Ссылка под видео. Также в описании найдете архив с данной платой, схемой и печаткой. Там будет в двух вкладках и первый и второй вариант. Так что можете скачивать и повторять данный проект. После заказа я с нетерпением ждал платы. И вот они уже у меня. Раскрыл посылку. Платы как всегда хорошо упакованы. Тут не придерешься. Визуально осмотрел их. Вроде все отлично. И сразу же приступил к запайке платы. Вот она уже готова. Выглядит все таким образом. Сейчас быстренько пройдемся по основным элементам. Ранее не упомянутым. В первую очередь это предохранители. Их тут два. По высокой и низкой стороне. Применил вот такие круглые. Потому что их размеры весьма скромные. Далее видим конденсаторы фильтра. Их можно достать из старого блока питания компьютера. Дроссель мотал на кольце. Т90-52. 10 витков проводом 0,8 мм в две жилы. Но можно применить дроссель из того же комповского блока питания. Диодный мост любой. С током не меньше 10 А. Еще на плате имеются два резистора. Для разрядки емкостей. Один по высокой стороне. Другой по низкой. Но и остается дроссель по низкой стороне. Его мотаем 8-10 витков. На таком же сердечнике, что и сетевой. В данном ролике я не буду показывать, как намотать трансформатор. Про это будет отдельное видео. Сейчас же я поставил первый попавшийся. От старого проекта. Как видим данная плата рассчитана под тероидальные сердечники. Так как они при одинаковых размерах с шеобразными. Имеют большую габаритную мощность. Настало время протестировать устройство. Пока основным советом является производить первое включение через лампочку. На 40 ватт. Если все работает в штатном режиме, лампу можно откинуть. Проверяем схему на работу. Как видим выходное напряжение присутствует. Проверим как реагирует защита. Скрестив пальцы и закрыв глаза, коротим выводы вторички. Как видим защита сработала. Все хорошо. Теперь можно сильнее нагрузить блок. Для этого воспользуемся нашей электронной нагрузкой. Подключил два мультиметра, чтобы мониторить ток и напряжение. Начинаем плавно поднимать ток. Как видим при нагрузке в 2 ампера, напряжение просело незначительно. Если поставить мощнее трансформатор, то просадка уменьшится. Но все равно будет, так как этот блок не имеет обратной связи. Поэтому его предпочтительнее использовать для менее капризных схем. И под конец небольшой спойлер. Из-за того, что люди при сборке косячат элементарные схемы и потом жалуются на авторов. Было принято решение выпустить отдельный ролик. В котором расскажу про все особенности включения и проверки данного блока. Ну и третьим будет ролик про намотку импульсного трансформатора. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok